Отдаление от прямого пути. К скверным последствиям грехов относится и то, что они переводят сердце из состояния здравия и следования прямым путем в состояние болезни и отклонения от прямого пути. Грехи оставляют его больным и неспособным получать пользу от питания, в котором жизнь и благо для него. Грехи влияют на сердца, так же, как болезни влияют на тела. Грехи, недуги сердец и хвори их. И нет для них иного лекарства, кроме отказа от грехов. Идущие к Аллаху согласны в том, что сердцу не обрести благо, пока оно не прибудет к покровителю его. А оно способно на это, только если оно здравое и непорочное. Но оно не будет здравым и непорочным до тех пор, пока болезнь его не превратится в лекарство. А это осуществимо только через противоречие страстям, поскольку страсти – болезни сердца, а противоречие им – исцеление. А если болезнь утвердится, то может повлечь за собой гибель или приблизить больного к ней. Рай станет обителью того, кто запрещает душе своей следование страстям. А в мире этом сердце его пребывает в земном раю, и блаженство, испытываемое пребывающим там, несравнимо ни с каким другим блаженством. Всевышний Аллах сказал, тому же, кто боялся предстать перед своим Господом в день расчета, и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай. Сура вырывающие, аяты 40-41. Более того, различие между двумя блаженствами подобно различиям между блаженством мира этого и блаженством мира вечного. Но в это верит лишь тот, чье сердце испытало это на себе. Всевышний Аллах сказал, поистине благочестивые пребудут в блаженстве, «Поистине грешники пребудут в аду». Сура раскалывания, аяты 13-14. Не думай же, что это относится только к блаженству и мукам в мире вечном. О нет, такая участь уготована им во всех трех обителях. Я имею в виду мир этот, промежуточный мир, барзах, и вечную обитель. Эти пребудут в блаженстве, а те в муках. А есть ли иное настоящее наслаждение, кроме наслаждения сердца? И есть ли иные настоящие страдания, кроме страданий сердца? А какие страдания мучительнее страха, тревоги и печали, стеснение в груди, отдаленности от Аллаха и от мира вечного, привязанности не к Аллаху, и отсутствие продвижения по пути, ведущему к Аллаху. Всякий, кто привязывается к кому-то помимо Аллаха и любит его, как должен любить Аллаха, подвергается мучительному наказанию. Тот, кто любит не Аллаха, так как следует любить его, мучается из-за этого трижды уже в этом мире. Он мучается до тех пор, пока не обретет то, к чему стремится, то есть объект своей любви. Затем он мучается после обретения его, потому что боится лишиться его и остаться без него, и страдает из-за того, что с ним связано. А лишаясь его, он также испытывает сильнейшие муки. Это три этапа мучений в этом мире. Если же говорить о промежуточном мире, барзах, то мучения сопровождаются болью от разлуки и невозможности возвращения, и болью от того, что он упустил великое блаженство из-за того, что был занят противоположностью его, и болью от того, что между ним и Аллахом завеса, и болью от сожаления и скорби, разрывающих сердце. Тревога, горечь, скорбь и печаль делают с их душами то же, что насекомые и черви делают с телами, причем это влияние они оказывают на душу постоянно, до тех пор, пока Аллах не вернет эти души в тела. А когда это произойдет, мучения перейдут в следующую, еще более ужасную и страшную стадию. Как далеко испытывающим подобное до того, чье сердце готово пуститься в пляс, от радости и ощущения близости к Господу, стремления к Нему, умиротворения, вызванного любовью к Нему, и спокойствия, приносимого поминанием Его. Как далеко им до того, кто говорит, когда душа его покидает тело, какая радость. Всевышний Аллах сказал, которые уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Сура Гром, аят 28. То есть, он ведет прямым путем тех, в чьи сердца исповедание Единобожие и поминание Аллаха вселяют покой и умиротворение, ведь поистине покорность Аллаху, поминание Его и Его награда наполняют сердца спокойствием и близки им. Тафсир Муясар. А другой, познавший это, сказал, если обитатели рая пребывают в подобном положении, то их жизнь действительно благая. Другой же сказал, бедные обитатели мира этого, они покинули его, не вкусив сладость жизни в нем, не вкусив лучшее из того, что есть в нем. А другой сказал, если бы цари и сыновья царей знали о нашем положении, они набросились бы на нас со своими мечами, лишь бы обрести это. А еще один сказал, поистине есть в этом мире такой рай, не войдя в который, не войти в рай в мире вечном. О тот, кто продает свое дорогое счастье за ничтожную цену, сознательно заключая самую убыточную и невыгодную сделку. Если нет у тебя знания о ценах на товар, то спроси опытных продавцов. Остается лишь удивляться, у тебя есть товар, который Аллах готов купить у тебя, и цена его рай. А посланцем, через которого заключается сделка купли-продажи, и который гарантирует, что покупающий даст за товар обещанную цену, является посланник, мир ему и благословение Аллаха. А ты продаешь этот товар не ему и по ничтожной цене. Верно заметил сказавший, если так раб Аллаха с самим собой поступает, то какого ж почета он потом для себя ожидает. Никто не окажет почтение тому, кого унизит Аллах. По истине Аллах вершит то, что пожелает. Сура Хадж, аят 18. Слепота внутреннего взора. К скверным последствиям грехов относится и то, что они ослепляют сердце, лишая его способности видеть истину, закрывают перед ним пути к знанию и скрывают от него то, что способствует наставлению на прямой путь. Однажды имам Малик, пообщавшись с имамом Аш-Шафи, посмотрел на него, сказав ему, «Поистине я вижу, что Всевышний Аллах даровал сердцу твоему свет, так не гаси же его мглой грехов». Этот свет слабеет и убывает, а тьма ослушания усиливается до тех пор, пока сердце не окажется окутанным подобием черной ночи. Сколько пропащих оказывается в этом положении, сами того не замечая, подобно слепому, который отправился ночью в путь, полной опасностей и препятствий. Как же трудно сохранить благополучие, и как же легко попасть в беду. Эта тьма сгущается, распространяясь от сердца к органам тела, из-за чего лицо человека чернеет в зависимости от того, с какой силой наступает и сгущается эта тьма. Это продолжает проявляться и после смерти в промежуточном мире, барзах. «И могила человека наполняется мраком, как сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха. Поистине эти могилы наполнены мраком, и поистине Аллах наполняет их светом, когда я молюсь за покоящихся в них», передал муслим. А в день воскресения и сбора тьма эта покроет лица так, что это будет видно всем и каждому. Лицо станет черным, как обугленная головешка. Все услады мира этого не стоят того, чтобы ради них обречь себя на подобное наказание. Так что говорить о той ничтожной доле услад, которую успевает обрести человек за свою скоротечную земную жизнь, пролетающую будто сновидение. Аллах, тот, кого просят о помощи. Унижение души. К скверным последствиям грехов относится и то, что они унижают человеческую душу, втаптывают ее в грязь, делают ее ничтожной, так что она становится меньше и ничтожнее всего. А покорность, напротив, взращивает ее и приносит ей величие и значимость. Всевышний Аллах сказал о душе. «Преуспел тот, кто очистил ее, и потерпел неудачу тот, кто сокрыл ее» Сура Солнца, аяты 9, 10. То есть, «Преуспел тот, кто принес ей величие и возвышение посредством покорности Аллаху, и оказался в убытке тот, кто унизил ее и преуменьшил ее значимость посредством ослушания Аллаха». Тот же глагол употреблен в словах Всевышнего или же закопает ее в землю. Сура пчелы, аят 59. «Ослушник закапывает душу свою в грехе, скрывая ее положение, и скрывается от людей из-за скверности своих поступков. Он делается ничтожным пред самим собой, пред Господом и пред людьми. А покорности благочестия возвеличивают душу, делают ее могущественной и возвышают ее, так что она становится достойнее, величественнее, чище и возвышеннее. И вместе с тем она унижена и не имеет никакой важности пред Всевышним Аллахом. Посредством этой униженности она и обретает это величие, достоинство и возвышенность. Ничто так не принижает душу, как ослушание Аллаха, и ничто не возвеличивает и не возвышает ее так, как покорность Аллаху. Вот что пишет об этом имам Ибн Аль-Каим в другом своем труде. От грехов следовало бы отказаться, даже если бы в отказе от грехов и ослушания не было иной пользы, кроме сохранения достоинства, оберегания чести и сохранения положения и имущества, которые Аллах сделал средством к существованию в этом мире и мире вечном, любви творений, благополучия жизни, отдохновение тела, силы сердца, умиротворение души, блаженство сердца, раскрытие груди, избавление от опасностей, которые исходят от грешников и нечестивцев, уменьшение печали, тревог и грусти, величие души, которое не дает человеку смиряться с унижением, сохранение света сердца от того, чтобы его потушила тьма ослушания, избавление от того, что грозит нечестивцам и грешникам, облегчение получения удела оттуда, откуда он и не рассчитывал его получить, и облегчение всего того, что недостижимо для заядлых грешников и нечестивцев, облегчение проявлений покорности Аллаху, приобретение знания, получение благой похвалы от людей и частое обращение их к Аллаху с мольбами за него, сладости, которую обретает лик покорного, появление у людей почтительного страха перед ним, обретение их помощи и поддержки, если вдруг кто-то попытается причинить ему вред или поступит с ним несправедливо, и отстаивание ими его чести, когда кто-то злословит о нем, быстрого получения ответа на мольбу, устранение отчужденности между ним и Аллахом, близости ангелов к нему и отдаление от шайтанов из числа людей и джиннов, состязание людей в служении ему и удовлетворение его потребностей, их стремление снискать его любовь и дружбу, отсутствие страха перед смертью, радости от предстоящей встречи с ним и прибытия к нему, ничтожности мира этого для сердца и значимости мира вечного для него, стремление к великой власти и великому преуспеянию в нем, вкушение сладости покорности и сладости веры, обращение носителей трона и окружающих его ангелов к Аллаху с мольбами за него, радости благородных песцов и их обращение к Аллаху с мольбами за него, увеличение разума, понимания, веры и знания, обретение любви Аллаха, его благосклонности к нему и его радости его покаянию, он воздает ему радостью, которая несравнима с радостью, которая доставляет ему ослушание, какой бы она ни была. Это лишь некоторые следствия отказа от ослушания Аллаха в этом мире. Фавайт Пленение сердец шайтанам и страстями К скверным последствиям грехов относится и то, что ослушник постоянно находится в плену у своего шайтана, в темнице страстей своих и в оковых влечений своих. Он пленник, заключенный, закованный в кандалы, и нет положения хуже, чем положение плененного злейшим врагом, и нет худшей тюрьмы, чем тюрьма страстей, и нет оков тяжелее, чем оковы влечений. Как может идти к Аллаху и миру вечному, тот, чье сердце пленено, брошено в темницу и заковано в цепи? Как находящийся в подобном положении сможет сделать хотя бы шаг? Когда сердце сковано, беды обрушиваются на него со всех сторон в соответствии с тем, какие на нем кандалы, сердце подобно птице, чем выше возносится оно, тем дальше оно от всевозможных бед, а когда оно спускается, беды набрасываются на него. В хадисе, который приводит Ахмад, говорится, что шайтан волк для человека. Об этом говорится еще в одном хадисе. Абу Ат-Дарда, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Если не будут совершать коллективную молитву, любые три человека, живущие в селении или в пустыне, шайтан обязательно одолеет их, заставляя их забыть опоминание Аллаха. А поэтому вам следует молиться вместе, ведь волк пожирает лишь ту овцу, которая удаляется от остальных и оказывается далеко от пастуха», передал Абу Дауд. «И как никем не охраняемая овца, оказавшаяся среди волков, быстро погибает, так и раб Аллаха, лишенный его защиты, непременно станет жертвой волка. А защита эта есть у богобоязненных, ведь богобоязненность надежный щит между ним и волком-шайтаном. И щит этот также служит ему защитой от наказания в мире этом и в мире вечном. Чем ближе овца к пастуху, тем больше у нее шансов спастись от волка. И чем дальше она от пастуха, тем ближе она к гибели. В наибольшей безопасности пребывает овца, находящаяся рядом с пастухом, ибо поистине волк обычно хватает отбившуюся от стада овцу, а это как раз овца, находящаяся дальше остальных от пастуха. Таким образом, чем дальше сердце от Аллаха, тем быстрее обрушиваются на него разные беды. И чем ближе оно к Аллаху, тем дальше оно от этих бед. Существуют различные степени отдаленности от Аллаха. Например, беспечность отдаляет сердце от Аллаха, а грехи отдаляют его от Аллаха в еще большей степени. И нововведения отдаляют его от Аллаха больше, чем грехи, а лицемерие и предавание Аллаху сотоварищей, ширк, отдаляют сердце от Аллаха еще больше, чем все названное.